Доктор субтитров А.Семкин 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 Мы, несколько человек сел у нас, и мы начали думать, что же сделать. Мы взяли сюда, включили все те положения, которые есть в ЖК, в других нормативных актах, пожелания самих собственников. И все это сформировали в этот модельный договор. Он называется модельным почему? Потому что его можно брать за основу, и на основании этого договора можно вносить изменения в существующий уже договор. Какие-то отдельные блоки можно туда вносить. А можно воспользоваться этим же договором полностью. Я скажу, вот по нашей инициативе был такой раздел, включен вот этот модельный договор, это взаимодействие управляющей организации и совета многоквартирного дома. Его могут или принимать, или не принимать. Совершенно верно, да. Ну хорошо бы принять, потому что здесь будет и прозрачность, и отчетность, и контроль. Совершенно верно. Вот на сегодня как раз вот это вот и хотим мы это сделать. Почему? Потому что вот те договоры, которые сегодня существуют, будем так говорить, если смотреть с точки зрения просто, как договор, значит в основном обязанности ложатся на плечи собственников. А управляющая компания обязана там раз, два, три, четыре, пять, и все. Здесь в нашем договоре обязанности управляющей компании 26 пунктов. То, что она должна делать. Почему? Потому что мы четко конкретизировали все те работы, которые должна выполнять управляющая компания. Должна она, допустим, убираться в подъездах? Да, мы прописали, что она должна. Должна она собирать деньги за, допустим, использование общего имущества дома? Реклама, в лифтах, на фасадах, телевидение, интернет и прочее. Сегодня не во всех договорах это прописано. Но это деньги жителей. И здесь в договоре должно быть прописано, куда они должны идти и как должны решаться. Это собственники должны принимать решение по ним. А от чего, от кого зависит? Примет управляющая компания вот все эти 26 пунктов или нет? Это нужно настаивать кому-то, да? Значит, это решение общего собрания, потому что вот этот договор должен, во-первых, совет дома должен посмотреть его, согласиться, либо не согласиться, либо внести что-то новое сюда. И сказать, управляющая компания, вот мы выбираем вас в качестве управляющей компании, но вот наш договор. Будьте добры, согласны вы, давайте работать. Не согласны, будем искать другую управляющую компанию. И вот здесь как раз надеемся как раз на помощь общественных советов и управляющих микрорайонами, чтобы они могли помочь собственникам. Но проблема на сегодняшний день даже в том, чтобы собрать это общее собрание. Да, проблема, особенно летний период, да, все дачи, отпуска и прочее, но тем не менее, это делать надо. Я не говорю, что сейчас вот прям, это можно в сентябре, в октябре, в ноябре, то есть любое время собственники могут изменить тот договор, который у них заключен нынешний с управляющей компанией. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Екатерина, адрес Владимирская, 34, рассказывает, что у них конфликтный дом, был суд, на котором запретили ТСЖ, и мы находимся под управляющей компанией. Вот как интересно, да, под управляющей компанией, все говорит само с собой. Которая находится в городе Москва, и мы не можем из-под нее вырваться, как нам уйти из-под этой управляющей компанией. И правда, что 2000 домов отдали под управление в Москву. Как можно этот слух разбереть. Я так понял, что это ЖКС, речь идет о управляющей компании ЖКС. Значит, это не управляющая компания Московская, она здесь, наша управляющая компания, просто хозяин, находится в Москве. Ну какая разница, кто там хозяин и что. Сотрудники нашей компании, кстати, вот в последнее время я встречался с представителями этих собственников. Они настроены очень положительно на будущую работу. Мы договорились о том, что, кстати, вот они согласились с тем, что они будут заниматься тем, что будут обучать председателей советов домов. И мы готовы им помочь в этом. То есть они будут собирать людей, мы готовы выходить, разговаривать с ними и обучать. А сменить управляющую компанию, любой из собственников может инициировать проведение общего собрания. То есть смена управляющей компании происходит только по решению общего собрания собственников. Второй вариант есть, это конкурс, который проводит орган местного самоуправления. Но это несколько другая ситуация. А так, в любое время собственники могут изменить способ управления и сменить управляющую компанию. То есть главное организоваться, собраться. Первое, что нужно сделать в любом случае, это создать инициативную группу. Это будущий совет дома. Он должен обсудить вот этот вот договор и предложить новую управляющую компанию. Готовы вы нас взять? Вот берите с этим договором. А тем более сейчас вопрос ставит и глава города, ставит вопрос о том, что все расчеты вести через расчетные центры. Как раз о прозрачности. Как раз это прозрачности и прочее. Вот в этом договоре предусмотрено, что собственники говорят, что в случае, если мы с вами заключаем договор, то все расчеты должны проводиться прозрачно через ЕФЦ. Да, потому что бывают такие случаи, когда есть деньги на счете, но почему-то компания становится банкротом. Есть же и такое. Совершенно верно. А я скажу больше. Вот буквально на днях столкнулся я с таким случаем. Вот 1 июля было изменение тарифов. Вот одна из управляющих компаний, которая не через ЕРЦ работает, значит, она выставила неправильный тариф собственникам. Понятно, что сейчас поправим, но у них свой расчетный центр. То есть они не так компетентны, как тот же городской расчетный центр. Поэтому я здесь поддерживаю полностью главу города и его замов в отношении того, что все управляющие компании должны проходить через ЕРЦ. Потому что это прозрачно. Это более того, я скажу, сейчас вот компенсация по ЕДВ через ЕРЦ, это гораздо проще осуществляется. То есть тут плюсов больше. Ну в последнее время в связи с реформой местного самоуправления, контроль за ЖКХ и благоустройство, все чаще и больше подключаются общественники. Есть такая структура, как общественные советы микрорайонов. Скажите, какие у них полномочия, чтобы мы понимали, что они могут? Вот если говорить простым языком, да, вот как я понимаю, значит, вот эти общественные советы и управляющие микрорайонами, это те люди, которые должны решать все вопросы на территории своего микрорайона. Если исходить из того, что проблемы ЖКХ... А как понять, что микрорайон, что он объединяет? Это несколько домов. Территориально объединены несколько домов. Вот, допустим, метеоцентр... Там же вы привыкли к ТОСам. Я знаю, я отношусь к какому-то ТОСам. ТОС – это более большая территория, это гораздо большая территория, она может объединять несколько микрорайонов. А микрорайон – это вот структура, когда строится город, и есть определенные микрорайоны. Вот по этим микрорайонам, 355 их в Самаре, как раз и создана вот эта вот структура. И они занимаются, значит, контролем за порядком во дворах, во строительстве. К микрорайонам – это муниципальный служащий, это работник администрации, он получает зарплату, и он отвечает за все, что происходит вот на территории. Там у него 5, 10, 15 домов. То есть это небольшая территория, но он на ней должен решать все вопросы. Он на ней хозяин. В смысле того, что не просто как там царь и прочее, а действительно человек, который… А что с него можно требовать? Что он должен контролировать? С него можно требовать все вопросы. Все вопросы, касающиеся, в первую очередь, ЖКХ. Если у нас где-то 70-80% всех проблем, которые беспокоят жителей, это ЖКХ. Я говорю, если хотя бы взять вопросы ЖКХ решать, то уже что-то будет решено. Но есть медицина, есть рынок, розничный рынок там и прочее, да, есть какие-то благоустройства и так далее и тому подобное. То есть все эти вопросы, плюс наполнение бюджета, он тоже должен заниматься этим. То есть вопросов достаточно много у него в сфере. И прежде чем вот идти на эти должности, люди должны действительно оценить свои силы, смогут ли они. И самое главное, да, они должны решать все вопросы с жителями. И по благоустройству тоже. Совершенно верно. Люди приходят и говорят, вот нам нужно то-то, то-то, то-то. Его задача решить этот вопрос. Организовать. Организовать и решить. Испел деревьев, допустим, ремонт детской площадки, качелей и так далее. То есть вот он решает все проблемы на территории своего микрорайона. Потому что если он будет принимать жалобу, допустим, от жителей и отписывать ее вышестоящему, то, извините, он такой не нужен. Потому что просто время увеличивается, решение проблемы. А он должен на месте решать все это. Понятно. Следующий вопрос. Будет ли такое приложение для смартфонов, чтобы посмотреть данные за квартиру, оплачивать счета за коммунальные услуги через это приложение? Значит, это называется ГИС ЖКХ. Государственная информационная система ЖКХ. Она действует. Сейчас все управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации вносят туда всю информацию. По каждому дому вносится информация. Там будет информация следующая. Дата ввода в эксплуатацию дома. Из чего он построен. Каково его состояние. Какие работы выполняла управляющая компания в течение года на этом доме. Какие собрания были. Копии протоколов собраний и так далее и тому подобное. Платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг. И до тех пор, пока он там не появится, можно не платить. Но это все начнет действовать с 1 января 2018 года. С 1 января 2018 года управляющие компании, те, которые не внесли какие-то данные, за это будут наказываться. То есть вот этот вот портал и сайт, как он называется, я не знаю правильно, вот в электронном виде, да. Но ГИС ЖКХ, там можно будет найти свой дом, вплоть до того, что там проводить можно общие собрания путем голосования. Да, вот это уже вариант. То есть это будет реально по всей России. И там будет самая полная и самая объективная информация. Вы сказали, что 70% это проблемы в сфере ЖКХ. И вот впадение такое, что именно 70% собственников жилья не занимаются решением. В общем, не заинтересованы и не интересуются даже решением. Ну 30-то занимаются? Ну 30 занимаются. 30 занимаются. А если смотреть по линии общественной палаты, мы анализировали активность наших собственников. 5 лет назад это было где-то 3-5% всего лишь. То есть прогресс есть. И вот каждый год, и сейчас мы дошли где-то до 30%. Это очень много. Потому что вот недавно провел губернатор совещание на тему по качеству услуг ЖКХ. Основная эта проблема добиться того, чтобы качество было равноценно тому, что мы платим. Соотношение цена и качество. Вот в связи с этим, что планируется сделать? Как поднять качество услуг? И главное, я не знаю, повлиять на управляющих компаний, чтобы они качественно оказывали эти услуги. Поймите правильно. Вот сейчас многие понимают так. Есть управляющие компании, есть собственники. Это враги, которые борются, кто кого победит. Не надо борьбы никакой. Вот здесь нужно взаимодействие. Вот мы через этот модельный договор пытаемся организовать взаимопонимание между Советом дома для начала и управляющей компанией. Почему? Мы говорим, уважаемые жители, не надо писать президенту жалобу, не надо писать губернатору жалобу. Вы сначала обратитесь к своему председателю Совета дома. Он уже в соответствии с договором пойдет в управляющую компанию и скажет, уважаемый, давайте решать этот вопрос. Если управляющая компания грамотная, она хочет дальше работать на рынке, значит она будет заинтересована работать с собственником. То есть надо выстраивать эти отношения. Вот то, чего нам не хватает порой. Мы враждуем, постоянно конфликтуем. Нам этого не нужно. Нам надо выстраивать вот эти коммуникации. Следующие вопросы. По капитальному ремонту утепляет дом пенопластом, а плита балконная рушится. Нам говорят, что в смету не входит укрепление балконной плиты. Реу-2 не реагирует. Куда обратиться? Виктор Николаевич, Московское шоссе, 91. Значит, балконная плита относится к общему имуществу дома. Это 491-е постановление правительства Российской Федерации. Но она не относится к фасаду. К фасаду относится ограждение вот этого балкона. Вот оно относится. И то мы сейчас добились этого, когда не было этого. Через один дом, вот с полевой, я помню дом, активная у нас женщина-председатель совета дома, она подняла этот вопрос, будоражила. Мы делали запрос в Москву и нам дали разъяснение, что да, относится. Вот эта вот плита относится. А вот сама балконная плита, это основание. Она относится к общему имуществу. А раз это общее имущество, обслуживать его должна управляющая компания. Она берет за это деньги по графе текущий ремонт. Поэтому пожелание такое, когда вы делаете план работы на следующий год, совету дома дайте задание, чтобы они включили в план работы на, допустим, 18-й год, ремонт балконных плит, квартир таких, таких, таких. Потому что они входят в текущий ремонт. Они входят в состав общего имущества и ремонтируются по графе текущий ремонт. Следующий вопрос. Улица Селина, 6. Можно ли нам поставить на дома над подъездами видеокамеры? Каким образом это сделать? Римма Федоровна. Вот, наверное, нету... Нет, это нет. Если вы хотите это сделать, вы принимите решение на общем собрании. Я знаю, существует программа «Безопасный город». Вот в Октябрьском районе, кстати, они работали. Я сейчас потерял их. Честно говоря, не знаю, где они есть. Но можно найти их, в администрации обратиться. Есть программа «Безопасный город». И они готовы сами. Вот в домофон там вставляют они камеру, то есть ставят устройство в двери входной, и будет все видно. И если надо, на подъезде, там, под подъездом или где, все это можно поставить. Причем они это берут не так дорого за эту работу, но должно быть принято решение общего собрания. Понятно. Потому что эти камеры потом вы берете на баланс общего имущества ставите. Все-таки, ну, чтобы не враждовать с управляющими компаниями, но подстегнуть, так скажем, нерадивых, у нас есть какие варианты? Во-первых, отказаться сменить управляющую компанию. И есть еще и лицензирование. Вот скажите, лицензирование, оно приносит какие-то свои плоды? Есть компании, которые потеряли свои лицензии? То есть это тоже рычаг у нас есть? Да, это и есть рычаг. И сейчас я скажу больше. Сейчас рассматриваются поправки в жилищный кодекс, когда упрощаться будет процедура отзыва лицензий. Сейчас она достаточно сложная. Она будет упрощена, и тогда вопрос станет гораздо проще. И можно будет эти лицензии отбирать у управляющих компаний только так. Поэтому здесь надо быть готовым к тому, чтобы управляющие компании тоже это понимали. Они отбираются лицензии на какой-то срок или вообще? Нет, вообще. Да, вообще. И директор управляющей компании вносится в реестр недобросовестных директоров, которые федеральный реестр, с правом не занимать эти должности уже последующие годы. Еще один есть способ решения этой проблемы, вот то, что мы говорим, как работать. Вот через те же общественные советы. 165-я статья, пункт 1.1, там есть такой пункт, который говорит, что если собственник недоволен работой управляющей компанией, он имеет право обратиться в орган местного самоуправления с жалобой. Орган местного самоуправления в течение пяти дней обязан провести проверку по этому факту. А вот вы что имеете? Орган местного... Это что? Орган местного самоуправления что у нас? Это департамент? Нет, это администрация районов. А, в администрации? Тогда попроще. Они у нас органы местного самоуправления. В течение пяти дней силами того же муниципального жилищного контроля они могут провести проверку и сказать, да, действительно, нарушение есть. После этого в течение десяти дней орган местного самоуправления обязан провести собрание на этом доме с поездкой дня. Либо вы изменяете способ управления, то есть создаете ССЖ, либо вы меняете управляющую компанию. То есть это официально орган местного самоуправления обязан проводить. Это уже вступило в силу. Оно работает, оно действует. Вот как раз управляющие микрорайонов, это работники администрации, они как раз и могут организовывать эти собрания. Им будет даваться доверенность на право голосования за свою муниципальную собственность. И они, как организаторы, могут проводить эти собрания в любом доме. И мы сейчас будем, когда их учить, мы будем учить их организовывать и проводить общие собрания. Потому что все, что можно сделать с управляющей компанией, отказаться от нее или выбрать другую управляющую компанию, либо заставить ее работать несколько лучше, чем она работает, только по решению общего собрания можно. Поэтому надо научиться проводить собрания. И этими собраниями мы можем подтолкнуть управляющие компании к тому, чтобы они выполняли свои обязанности. Кстати, а председатели общественных советов, они как-то обучаются? Да, вот сейчас планируется обучение общественных советов. Вот управляющих микрорайонов мы уже один раз проучили. Сейчас будет еще повторно более подробное обучение. Там представители Министерства энергетики и ЖКХ, Фонд капитального ремонта, Государственная жилищная инспекция и вот ЖКХ-контроль. Мы выступаем, рассказываем по всем этим пунктам. Практические советы, как быстро и эффективно собрать тоже общее собрание. Это же есть какие-то методики, наверное, механизмы. Как раз это и есть. Сейчас я, кстати, готовлю брошюру по этой методике проведения общих собраний. Потому что раз уж это является основой для принятия решений, то это нужно делать. Это основное, да. Следующий вопрос. Через госуслуги можно записаться к врачу и так далее. А можно через те же госуслуги зайти в свой личный кабинет и оплатить платежи за коммунальные услуги, газ и воду? Ну, я знаю, онлайн Сбербанк можно. А вот через это, я знаю, что есть личные кабинеты у энергетиков. Но по оплате я не готов сказать сейчас. Это чисто такой финансовый вопрос. Не хочу обманывать, не буду врать здесь. Кстати, какое-то время назад некоторые начали заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями напрямую. Эта практика, она как-то продолжается или нет смысла никакого? Нет, она продолжается. Почему? Потому что сейчас готовятся поправки, я думаю, осенью они будут приняты, о прямых договорах. То есть каждый собственник обязан будет заключить договор с ресурсоснабжающей организацией напрямую. Но управляющая компания здесь будет тоже участвовать. Она будет участвовать по границе балансовой ответственности. То есть то, что в доме, она за это будет отвечать. Вот мы боялись, что вот это потеряется участок. Потому что подход к дому, допустим, воды, тепла, это одно. А вот в доме он теряется, кто отвечает? Сказали управляющие компании, они остаются исполнителями коммунальных услуг. То есть вот это тогда будут прямые договора, тогда, может быть, можно будет и оплату производить, вот как вы говорите, через личный кабинет. За чей счет ставят счетчики по отоплению и на горячую воду? Значит, сейчас идет программа установки общедомовых приборов учета, холодное, горячее водоснабжение, электроэнергии, теплоснабжение за счет средств фонда капитального ремонта. Насколько я знаю, 900 миллионов фонд капитального ремонта готов израсходовать на это. Это будет все как дополнительный вид работ по капитальному ремонту. Вот сейчас много собраний должно пройти, потому что фонд капитального ремонта дал предложение многим домам, предложение такое, что мы готовы поставить вам приборы учета. Дайте согласие на это. Люди не понимают, а зачем это, как, и порой отказываются. Я советую провести собрание, согласиться с этим. Почему? Объясняю. Потому что если вы сейчас откажетесь, потому что это будет установка за счет тех взносов, которые вы ежемесячно платите. То есть если у вас запланирована работа, допустим, ремонт фасада или ремонт крыши на 2021 год, она так и останется. Эта установка приборов учета – это дополнительный вид работ, который фонд представляет. Если вы откажетесь, другой дом возьмется за это. Но завтра ресурсоснабжающая организация придет и поставит в вашем доме приборы учета холодной и горячей воды и тепловой прибор, и вам выставит счет, и вы будете его оплачивать. Потому что установка приборов учета осуществляется за счет средств собственника. И вы будете в рассрочку платить все те деньги, которые они затратили. Пока есть возможность платить просто взносы на капитальный ремонт и за это получить вот эти приборы, я думаю, других вариантов нет. Поэтому я всем рекомендую срочно проводить эти собрания, соглашаться. Потому что я сегодня был на совещании в департаменте, как раз обсуждали этот вопрос. С трудом идет процедура. Люди не понимают. Но потом хватится, будет поздно. Поэтому обращаюсь к председателям Советов Домов, тем, к которым пришли эти предложения. Пожалуйста, объясните людям, что если вы сейчас не примете это, то с января 2019 года на дома, где нет приборов учета, будет повышающий коэффициент еще выставляться. Это тоже расходы лишние? Следующий вопрос Изабелла Александровна задает. Уборщицы за уборку в подъезде платят 1800 рублей. Она убирает один раз в неделю. Подметает. Один раз в месяц моет окна и стены. И не моет. Разве это правильно? Вопрос контроля качества работы. А вот как раз этот модельный договор, у него есть приложение. Состав и состояние общего имущества. Перечень технической документации. И перечень услуг и работ по содержанию ремонта общего имущества дома. Вот в этом приложении, в третьем, вы как раз должны прописать, сколько раз уборщица должна мыть подъезд. Раньше была такая практика. Два раза, допустим, в неделю, три раза в неделю. Вы можете написать пять раз в неделю. Если человек согласен на эти условия, он подписывает этот договор и трудится. И самое главное, что там написано будет, два раза в неделю она должна убираться. Председатель совета дома контролирует. Она убрала один раз. Он составляет так, что она выполнена работой на 50%. Поэтому будьте добры, сделайте перерасчет. Сделайте нам перерасчет. Мы-то заплатили за два раза. Сделайте нам перерасчет. Вот эти договоры, они будут внедрены все-таки, да? Я думаю, что да. Да, вот сейчас с помощью общественных советов, с помощью управляющих районов, мы все-таки попытаемся довести эти договоры до собственников, до председателей советов домов, научить их, объяснить, рассказать и попробовать. И в то же время, параллельно, надо работать с управляющими компаниями. Конечно. Потому что одно дело собственники хотят, а если управляющая компания не хочет, но с ней тоже надо работать. Конечно, да. Но губернатор, кстати, сказал, кто не желает работать по этому договору, тот, наверное, не будет работать на этом рынке. Потому что он хочет работать не так, как положено. Не открыто. И главное, что максимальное количество пунктов было принято управляющей компанией. Потому что если просто принять, опять же, какую-то типичную инию. И последний вопрос очень коротко. Много сухих деревьев, никто не может нам их помочь обрезать. Это вот одно слово. Куда обращаться? Администрация района. Так. Заявка администрации. Каким образом управляющая компания устанавливает тарифы на техобслуживание дома на текущий ремонт? Нам с 1 июля прислали платежку 27,10 рублей с квадратного метра в редакции правительства. Как многоэтажный дом 24,06. Имеет ли право с нас, в каком на основании брать управляющую компанию, разницу в деньгах, куда идет, Виктор Дмитриевич? Значит, Виктор Дмитриевич, ставка содержания текущий ремонт устанавливается общим собранием собственников. Она действует не менее одного года. Значит, если вы собрание не провели, не определили ставку с 1 июля, то тогда управляющая компания берет ту ставку, которая определена для муниципального жилья, и выставляет вам. То есть вы должны были провести собрание и сказать, мы хотим ставку такую-то вот. Все. Это для управляющей компании закон. И еще у нас одна минутка осталась. Может, какое-то заключительное слово. Что еще важно? О чем еще не сказали? Значит, что еще важно? Вот смотрите, вот в этом договоре, да, мы прописали, я сказал уже, раздел есть взаимоотношения управляющей организации и совета дома. Потому что есть совет дома, он существует, его все эти функции определены в жилищном кодексе, но не расписано, как же он будет взаимодействовать с управляющей компанией. Вот в этом договоре мы расписались. Вот, пожалуйста, подписание актов выполненных работ. Когда должна управляющая компания давать эти акты на подпись? Вот здесь мы написали, с 10 по 20 число следующего месяца она должна предоставить эти акты на подпись, чтобы люди реально увидели, что там сделано, посмотрели, действительно ли сделано это или выполнено, или не выполнено. Только тогда подписали. Не раз в год, в конце года принести все акты. Дальше. Все, к сожалению, придется встретиться еще раз с удовольствием. Дмитрий Абрамович, ваш вопрос передам Виктору Ивановичу. Всего хорошего, спасибо и вам за внимание. До свидания. До свидания.